Добрый день, коллеги! Рад видеть такое большое количество людей на моем докладе. Искренне приятно. Прежде чем я начну, я хотел бы немножко обозначить, о чем я буду говорить в своем докладе. Из названия доклад не только менеджерский и не только для менеджеров. На самом деле, по роду своей работы в компании EPUM, я занимаюсь и техническими решениями, и также мне приходится управлять командами и личные команды на различных проектах в нашей компании. И данный доклад у меня вылился, это практический опыт, и я хотел бы с вами им поделиться. И здесь будет и техника, и будут менеджерские некоторые. И проблемы, которые я буду освещать, это, наверное, больше проблемы именно для технических куэлидов. То бишь, это не люди, которые только в менеджменте, ничего о технике не знают. Также хотелось сделать небольшое объявление, что за два самых... У меня тут есть пара сувенирчиков, так что вопрос мой, я буду только рад. Итак, начнем. Небольшая страничка славы. Меня зовут Шапин Антон, я работаю в компании EPUM. В EPUM моя должность Chief Automation Engineer, ну или просто автоматизатор достаточно высокого уровня. Также я являюсь BDD-евангелистом, хотя многие этот подход не разделяют. И занимаюсь различными видами функциональными, нефункциональными. И также по совместительству я являюсь QA-тренером в компании EPUM. О чем мы будем говорить сегодня? Я хотел бы осветить основные проблемы, которые для меня встали, в том, когда я организовывал команды в нашей компании. Так или иначе, эти вопросы я решал, отталкиваясь от технической парадигмы, я их решал от построения архитектуры тестовой системы. То бишь я подбирал под определенную архитектуру, под определенный технический бэкграунд. Тем самым, когда я брал людей, я точно понимал, какие у них будут зоны ответственности. Также, как развивать навыки и знания моей команды. Потому что специфика нашей компании такая, что EPUM это очень большой аутсорс, порядка 25 тысяч сотрудников по всему миру и в различных локациях. И EPUM в техническом росте своих людей. Потому что сейчас мы начинаем на одном проекте, но это не значит, что, допустим, через полгода или через какой-то промежуток времени этого человека не заберет какой-то другой проект. И поэтому в EPUM это... чтобы сотрудники росли технически. Ну, если, конечно, сотрудник этого хочет. И в заключении я буду рад ответить на ваши вопросы, предложения, мысли, чувства. Итак, начнем. Основные вопросы, которые передо мной встал, и все волновали. Первый момент — это какой уровень автоматизаторов нужен ко мне в команду. Но, допустим, среди присутствующих у конь были задачи по организации QE-команд автоматизаторов с нуля. О, есть люди. И у меня были задачи, чтобы мы разговаривали с вами на одном языке. Например, нужно подобрать команду на тестирование какого-то интернет-магазина, у которого есть веб-часть, есть какой-то бэкэнд, и надо проводить различные... И, к примеру, мне дается квота на 3-4 человека. И после этого возникает вопрос, а какой уровень специалистов мне нужен? И вопрос очень важный, потому что если я скажу, что они сверхскиллованные, в принципе, если я объясню заказчику, он мне одобрит, даже несмотря на то, что стоимость этих сотрудников будет достаточно высокой. Но тут проблема в другом, что на рынке очень скиллованных специалистов достаточно немного, и поиск сотрудников может занять несколько месяцев. За это время может произойти многое что-то. Во-первых, проект не останавливается. Во-вторых, заказчик может сказать, ну вы не можете найти людей, я от вас эту позицию забираю, и, соответственно, компания теряет деньги. И много других таких может быть не очень приятных. Следующий момент, который для меня тоже очень важен, а как обеспечить техническую мотивацию команды? Потому что, согласитесь, это достаточно важный вопрос. Потому что одно дело, если мы мотивируем, допустим, там, бонусами, ДМС-ами, может быть, там, еще какими-то активностями, это один вопрос. Этим занимаются, как правило, HR, там, высший менеджмент, он это делает. Но, так или иначе, данные мотивации, они имеют относительно краткосрочный эффект. Круппату человеку, о, круто, 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 он начинает работать там, ну, не знаю, более так продуктивно в течение, ну, наверное, месяцев-двух-трех, а потом эта эффективность его снижается. Но если человек технически мотивированный, он занимается задачами, которыми ему интересно, и задачами, с которыми ему хотелось бы заниматься, вот тут совершенно другой калинкорн. Потому что в данном случае человек для себя будет работать внеурочно, он будет дома грызть, там, гранит науки и выискивать то, как все-таки заимплементить ту или иную штуку. Как, допустим, синтегрироваться там с каким-то новым инструментом. И ему это будет интересно. А мне, допустим, как QLidu, мне будет только профит. Я только за. Ну и, соответственно, дальше как увеличить эффективность команды. Я понимаю именно эффективность. То бишь, как быстро пишутся новые автоматические тесты, как проверяется продукт, скорость фидбэка программистам после того, как они нам передали новую фичу. И это такой комплексный показатель. Для кратства я его назвал КПД – эффективность. И, конечно же, существует много других важных вопросов. Тут уже в зависимости от проекта, от ситуации, от заказчика, от компании. Ну, здесь всех не перечислишь. И с чего я хотел бы нарисовать теперь уже базовую поверхностную архитектуру тестовой системы, которая, в принципе, должна, ну, с моей точки зрения, любая тестовая система должна содержать так или иначе те или иные слои, но в Ingeneral она должна быть похожа. У нас есть в любой тестовой системе – это наша тест-кейс, это наша бизнес-логика, которая показывает, как наше приложение работает, как мы его проверяем. И в идеале это должен быть абсолютно независимый уровень от имплементации. Имплементация – это наш второй уровень. У нас есть тест-кейс, пользователь открывает главную страницу. Вот это наша тестовая логика. А когда мы вызываем, например, page-object, там, homepage.open, это уже имплементация. Дальше есть некая наша тестовая система. В корке уже описываются как раз вот такие вот более низкие уровни, как работать там с различными форматами, page-object, ну и прочее. Об этом мы поговорим немножко позже. Ну и, соответственно, в нынешнем мире никуда без перформанса. Если бы проект не был, перформанс сейчас очень важен. Если мы не будем проверять или делать какие-то перформанс-тесты, будет потом очень больно. Вопрос такой, кому, но так или иначе, QLidu за это достанется в той или иной мере и может достаться очень хорошо. Как у нас обычно стартует какой-нибудь проект, который приходит в компанию? Собирается группа людей, начинает исследовать приложение, насколько оно сложное, предлагать какие-то идеи, какие-то импровменты, сроки, анализ. Ну и, короче говоря, вот такой вот брейнсторминг идет. И на этом же брейнсторминге QLidu должен понять, а какие люди ему нужны. Ну вот как привел задачу буквально в несколько минут. Предположим, у нас есть интернет-магазин с каким-то фронтом, соответственно, бэкэндом, а бэкэнд может быть очень большой. И, не знаю, может быть какие-то там кластер баз данных. И вот вопрос, какие люди для этого нужны. Я получал этот вопрос различным людям и получал достаточно интересный ответ. Говорят некоторые, давайте возьмем всех сеньоров в этот проект. Проект же большой, там, неизвестно, что под капотом. Я говорю, окей, а вы не боитесь, что эти сеньоры погрызут друг друга? К примеру, вы возьмете трех скиловных людей, они просто друг с другом что-то не поделят. У каждого свое мировоззрение, и дальше начнется такая война, что разнимать придется очень долго. И неизвестно, чем это все выльется. Или, например, если взять только Медлов, то, как у Квилида, нет уверенности о том, что они будут писать грамотный код, который потом будет легко поддерживать. И, соответственно, тоже как бы есть нюанс. Ну и еще вопрос. Очень многие компании, очень многие проекты не хотят брать джунов в ад. И я думаю, что многие из вас знают, что, например, если вы ручной тестировщик, который хочет перейти в автоматизацию, или вы хотите просто прийти в автоматизацию, найти первую работу, это такой экшен. Там, где надо очень сильно потрудиться, чтобы этого добиться. И я анализирую все эти вещи, пришел, сделал такую, сформировал команду своей мечты. Вот такие вот люди, которые состоят, в принципе, из ручной, начинающего автоматизатора. Дальше есть один middle автоматизатор, senior. И иногда, если у нас позволяет бюджет, взять performance engineer. Да, performance engineer тут такой специальный, руки в боке, потому что это очень крутые ребята, их очень мало. И этот человек, он может быть на проекте, играть на частичную занятость. То бишь, не всегда его возможно вытащить на целый проект, на full staff. Потому что людей мало, и, ну, дорогого удовольствия, проектов бывает периодически очень много. Как я решал ее, основываясь на тестовой системе? Из чего она у меня состояла? Первое, что архитектура у нее модульная. Ну, один из самых распространенных видов архитектуры, которая применяется в автоматизированном тестировании. По технологиям. Язык программирования Java. У меня играет Maven, ну, может быть, Gradle. Тут это не критично. Cucumber. Кто не знает, что такое Cucumber? Окей. Для тех, кто не знает, Cucumber это один из BDD-фреймворков, написанных для применитация Cucumber есть для различных языков. Я даже сейчас не скажу, для каких его нет. Он есть, по-моему, для всех основных языков, которые у нас используют так или иначе в нашей области. Дальше немаловажный аспект это Java Spring. Java Spring девелоперский фреймворк, но его, как оказалось, очень удобно использовать в тестировании. Причем, что я не говорю, что надо знать его там в недра, потому что он большой, сложный, многомодульный, многоуровневый. Но у него есть, если использовать его базовый, то он не представляет очень много плюшек. Ну, например, он из коробки может реализовать различные паттерны, например, тот же самый Singleton. И нам не надо городить свой велосипед, для того, чтобы, например, работать с WebDriver. Причем, это делается из коробки и нам не надо городить свои классы, это уже есть. Или, например, нам нужно вызывать, в общем, swap-запрос или работать с базой данных. Опять-таки же, у него это уже все есть и достаточно в удобной форме. Нам, опять-таки же, не надо городить велосипед. Что, в принципе, влияет на то, что у нас кодовая база становится более прозрачной и с ней легче работать. G-Unit как, ну, Unit Framework и Gatling для перформанс-тестирования. Почему Gatling? Потому что Gatling не имеет UI-интерфейса. Как уже было сказано на предыдущем докладе, что Gatling — это скала, это все сценарии пишутся на скале, а Gatling — это плюс, потому что скала — это Java-based язык, и я могу вызывать различные методы из Java. То бишь, в принципе, проблем быть не должно. Если мы специалисты по Java, то у Gatling есть хороший DSL, и для того, чтобы, допустим, мы можем просто из Scala вызывать методы Java, которые нам даст нужную выборку, допустим, товаров. И дальше по ней проитерироваться. В принципе, все это можно синтегрировать. Вот, в принципе, базовый скриншот-проект, если так сказать, который состоит вот здесь. Надо выделить четыре основных модуля. Первый модуль — это Acceptance Test. Это наши непосредственно тесты, где будет зашита наша тестовая логика и базовая ее имплементация. Модуль Performance Test. Ну, я думаю, из названия все понятно. В этом модуле это находится только property файлы или YAM файлы. Он состоит только из этого. Больше ни из чего. Сюда мы складываем конфиги, например, когда настраиваем запуск тестов для каких-то инвариументов. Например, Dave, QA, где мы прописываем определенных пользователей, урлы для баз данных, какие-то кредитеншналы. это все идет в тех конфигах. И наш бэкэнд, наша тестовая система это TestCommon. И теперь давайте разберем по порядку, какой модуль что отвечает. Acceptance Test. Acceptance Test у нас отвечает, как я уже сказал, за тестовую логику. В данном случае, если мы используем Cucumber, это фичи файлы. То бишь, фичи файлы, для тех, кто не знает, там все пишется в plain тексте. Это не язык это plain текст. Если кому будет интересно, я потом после доклада могу показать у себя на компьютере, как это выглядит вживую, воочию. То бишь, там, повторюсь, никакого языка программирования нет. Имплементация тестовой логики. Как раз наши методы, классы, на которые мапятся строчки текста из тестовой логики из тест-кейсов. В Cucumber это называется Step Definition. И так, небольшое отступление, что все BDD фреймворки, Cucumber или там еще какие-то есть, у них основной функционал заключается в том, что они метод программного кода. Это, в принципе, их основная функциональность. С точки зрения технической разобраться в нем, но два-три дня вот так вот за глаза и за уши. И, соответственно, некая конфигурация, потому что это запуск наших тестов, и это наш конфиг, ну, наши property файлы, подтягивают какие-то, может быть, дочерние конфиги, но это, короче говоря, финальный наш конфиг, который у нас есть. И этот слой за этот слой у нас ответственные. Основной ответственной это middle, test automation engineer, junior или ручной. Что здесь надо четко выделить? Ручной тестировщик или в паре с джином, они занимаются тем, что они пишут тест-кейсы в фичи файлах и смотрят, как работает. То бишь, по факту, написать текстовый файл сценарием, если задать какой-то формат, ну, особой сложности нет. И, в принципе, с этим могут справиться и начинающие люди, и тем более, они тогда смогут понимать, что делается дальше. Что касается про нашу кору, то здесь это блок сервисов, ну, если говорить технически, который состоит уже непосредственно из классов, которые у нас учат, умеют работать с рестом, с оапой, с базами данных, работать со страницами. Если нам нужно вызывать какие-то специфические сервисы, то, пожалуй, делаем все здесь. Также немаловажно отмечить, что, допустим, слой репортинга, он тоже находится здесь, потому что, вот, к примеру, сейчас в автоматизации суммарно, вот, я могу ошибаться, но по факту для репорта, ну, получения тестовой репорта есть два сорса. Первый – это Яндекс.Алюр, второй – это ePAM.Report.Портал. Для меня, как бы, правда, команда ePAM, которая занимается репорт-порталом, считает себя конкурентами Яндекса, Яндекс считает конкурентами репорт-портал. Поэтому, вот, они пытаются, ну, как бы, друг друга обогнать. Для меня лично другую. Вот. И для того, чтобы работать с двумя репортами одинаково, в одно и то же время, я, опять-таки же, реализую определенные паттерны, как раз здесь, в Команик, и вызываю только один, одну точку, дальше работать со состальными тестовыми системами. Соответственно, у нас есть плацдарм для расширения. Ну, контейнеры — это такие мелкие классы для трансфера данных между шагами. Потому что, увы, в Кюкенбере, когда мы пишем Java методы, которые описывают шаги, знают друг о друге. То бишь, они полностью независимы. И поэтому, когда нам в тестах надо данные из одного шага передать в другой, нам надо использовать какую-то прослойку. Соответственно, за этот слой у нас в первую очередь ответственен Senior, и он принимает финальные решения по этой системе. Почему помогает Middle? Тем самым, он потихонечку смотрит, как все-таки работает более суровая функциональность. Тест конфиги. Ну, в принципе, по тест конфигам я уже сказал, это property файл, это YAM файл. Здесь даже останавливаться нет смысла. Но за этот слой всегда могут уже иметь доступ Middle, Senior и Performance Engineer у нас появился. Почему Performance? Потому что, когда мы говорим о Performance тестах, то наши Performance Tests могут запаскаться на локальном environment. Некоторые могут у нас настроены быть в CICD, на всех наших environment, на Dave, на UAT, и даже иногда на production. И, соответственно, вся эта конфигурация, она лежит вся в одном месте, чтобы вся команда тестирования понимала, что где у нас происходит. Это очень важный момент. Ну и, соответственно, структура Performance тестов с использованием Gatling, она, в принципе, состоит из четырех блоков. Это Load Profile, где мы определяем количество пользователей, которые к нам будут приходить на сайт и по каким количеству этих пользователей будем иметь во времени. Короче говоря, этот слой отвечает за Load Profile. Тестовая логика это сценарио объекта в Gatling, там, где мы описываем непосредственно юзер поведения каждого пользователя. Наш тест-кейс. Генерация тестовых данных и протокол. Вот за эту штуку уже, как правило, ответственна в первую очередь Performance, и если у нас Performance инженера нет, то за это ответственен сеньор, потому что это такой высший пилотаж и тут нужен уже человек с определенным опытом работы. Ну и, в принципе, как это работает In General, Module Acceptance Performance тестов, используют TestConfig и TestCommon. Соответственно, если у нас происходят релизы раз в три месяца, то, соответственно, мы правим свои Acceptance тесты, меняем, где-то что-то у нас поменялось, например, переименовались InPoint, переименовались параметры, подходим к релизу и надо проводить Performance тесты, то Performance тесты у нас UpToDate, потому что они используют общий модуль с автоматическими тестами, TestCommon. И Performance инженерами надо приходить к нам и говорить, а что у вас, ребят, поменялось за три месяца? Ко мне когда так подходили некоторые, ну, блин, много чего поменялось. И дальше открываешь вот такую вареницу в Jiri и начинаешь выискивать, что же у нас где поменялось. И дальше, ну, это достаточно долгая и муторная работа, которая, в принципе, не имеет смысла. Поэтому я выбрал именно Performance тесты, теперь за их мейнтенингом я, в принципе, трачу вообще, в принципе, минимум времени. Ну и как теперь у нас в данной системе прокачивается наш самый младший собрат, это Junior Test Automation Engineer. Он учится как практика. Вот скриншот, вот так вот выглядит фича файл его написания в Intelligent Idea. И, соответственно, вот у нас есть секция, и вот видите, это plain text. У нас есть подсказки, какие шаги у нас уже есть в нашей системе. Более того, мы можем вызвать а-ля JavaDog и у нас еще описание более подробное, что этот шаг делает. Соответственно, согласитесь, вот это писать ручнику или начинающему и джуниору проблем не составит. Более того, эти тесты являются тест-кейсами для ручного тестирования. То бишь, это и автоматические тесты, это и тест-кейс. Потом это превращается еще в извлекаемую спецификацию. Джун учится работать на практике, как работает тестовая система. Он понимает, что он пишет тесты, он видит, как эти шаги заимплементированы, и он может спросить у более старшего коллеги, а почему сделано так или иначе. соответственно, он уже даже, после того, как он начинает это понимать, он начинает уже даже разрабатывать какие-то простые методы step-definition, базируясь на примере реально, по аналогии делать, он также начинает уже писать какие-то матчи, сложные. И, соответственно, изучает бэкэнд. Ну, он просто смотрит, что да, он есть, и в принципе он понимает, должен понимать, что там происходит. Middle, ну, соответственно, он изучает то, что делает бэкэнд на практике, изучает, как работать с различными протоколами, сущностями доселе неизвестными и так далее. Опять-таки же, все на практике, и он может проконсультироваться у сеньора. Изучает архитектуру тестовой системы, потому что я сколько не проводил собеседование, когда я спрашиваю у людей, расскажи мне про архитектуру тестовой системы, у людей вот такие вот ватные глаза, челюсть вот рисует, и они не знают, что сказать. Либо начинает рисовать такое, что, ну, лучше не рассказывать. Ну, и, соответственно, он развивает не менее важные способности по обучению. Потому что, когда мы обучаем менее опытных специалистов, у нас в основном в голове все структурируется. То бишь, мы можем прийти, у нас в голове такое, ух, информация. Но только когда мы пытаемся это структурировать, ну, получается как-то тяжело. А так мы прокачиваем еще и скиллы. Мало того, что мы структуируем, так мы еще и учимся ее преподносить. А это немаловажный фактор в карьерной лестнице по развитию. Соответственно, сеньор, он сконцентрирован больше на решении сложных задач. Ну, например, сложные задачи можно выделить. Кто-нибудь из вас задумался, есть ли у вас бутылныки и как их найти? Немного рук. А вы задумайтесь. Это очень интересный вопрос. Иногда бывает так, что позволяет ускорить тесты в два-три раза. В деталях, что можно улучшить в тестовой системе, и она дали что-то улучшать. Также он анализирует применимость новых подходов, инструментов и прочее. И, соответственно, он развивает навыки управления командой. Нужно быть подстраховкой своего менеджера. Ну, и, соответственно, плюсы данного подхода. Решение сложных задач не требует людей из команды, состоящей только из высококвалифицированных специалистов, потому что каждый человек выполняет свою работу, он технически мотивирован, и на моей практике пишутся очень быстро. Высокотехническая мотивация, потому что каждый человек видит, куда ему заниматься. И нету такого, что, допустим, сеньор занимается какими-то там, ну, очень простыми вещами. Он занимается именно с задачами, которые положены по его тайтлу. Достаточно мотивирующий фактор, нежели наоборот. И высокое КПД джуниора или ручного. Соответственно, потому что они видят на практике. Мы причастны к автоматизации, мы можем учиться. На моей практике минимальный срок человека из джуниора в Медлы занял два месяца. У меня было два-три таких человека, которых я вот так поднял за два месяца. Гибкость в управлении командой, потому что у нас в команде нет незаменимых людей. Каждый подстраховывает впереди идущего, так скажем, более старшего собрата. Минусы, ограничения его. Они тоже есть. Работает, ну, как бы, на моей практике такой подход отрабатывает только на команде, стоящей из двух и более человек. Ну, меньше, к сожалению, ну, не вариант. Киев подходит для всех проектов. Некоторые его люто ненавидят. Сам был когда-то таким, года четыре назад, но сейчас свою точку зрения изменил. И сеньор QA Automation должен знать хотя бы базовый спринг. Но это, как бы, в моей парадигме. Ее можно немного подкрыть уже на усмотрение каждого. И в заключение хочется сказать, что данный проход я пробировал более чем на четырех проектах и, в принципе, он показал достаточно высокую свою эффективность. А главное, что у меня мои подопечные очень быстро развались в технической области и их мог отправлять самостоятельно плавание, а сам заниматься именно задачами, которые положены по моему рангу. Этот подход не решает не решает все животрепещущие проблемы в управлении командой. Их еще может быть очень много. Он помогает справиться хотя бы с частью из них. также он упрощает и ускоряет обучающий процесс, потому что все люди обучаются на практике. То бишь, здесь идет такой золотой принцип, ну, с моей точки зрения. Обучение шаг теории, шаг практики, шаг теории. Мы вначале теоретически что-то сделали, изучили, прочитали очень много, а потом приходят на практике и не знаем, с чего начать. Но это типичная ошибка, когда, допустим, приходит молодой инженер и у него есть под бэкэндом он знает Java, Selenium, кучу базы данных, интеллигент идей и говорит, и все, и он может даже одного класса создать, потому что он не знает, что делать. Одно дело, если мы приходим на какой-то проект, который уже готов, это один вопрос. А если мы приходим на проект там, где ничего нет, и надо создавать с нуля, вот тут начинаются подставы. Поэтому в данном процессе я методику обучения построил даже вот так на стажировке. И периодически я к себе на проект и даже беру людей стажироваться и с заказчиком пытаюсь договориться, чтобы этот человек работал в non-billable позиции. То есть заказчик за этого человека ничего не позволяет. Но для себя, опять-таки же, я преследую две вещи. Во-первых, я обучаю людей. Во-вторых, эти люди выполняют те задачи, которым мне не очень интересно заниматься, признаюсь честно. Но им-то интересно. И могут приносить вклад в разработку автоматических тестов. И более того, вся команда, начиная от верхнего менеджмента до девелоперов, понимает, что делают ваши автоматические тесты. И более того, если использовать Cucumber или не сам BDD методологию, а тесты, так называемый, в стиле BDD, когда используется текстовый формат, то дальше можно действительно получить извлекаемую спецификацию. Ну, например, у вас есть такие Nset фичи файлы, которых вы там составили. И вы можете запустить там негативные трубы. И у вас генерится майндмэпка в формате фримайнд. И у вас будет структурированная информация по вашему приложению. Вы будете знать, где покрытие и вообще, в принципе, что происходит. Но на этом у меня все. Спасибо за внимание. Теперь я буду рад ответить на ваши вопросы. Антон, спасибо большое. Отличный доклад. Вопрос такой. Его мне задают. Может, у тебя есть хороший ответ. Значит, это все классно работает, если есть, собственно, такой большой проект. А что делать человеку, который, ну, он один в проекте, проект маленький, нету старших товарищей, да, и даже в компании, собственно, нету больше никого. Вот с чего начать? Ну, с чего начать? Вначале открывай. А на самом деле, если так вот говорить, то все-таки старший собрат по оружию, он все-таки нужен. И здесь для этого варианта есть, либо ты сам грызешь гранит науки и пытаешься сделать какие-то свои тестовые проекты и сам шишки набиваешь себе. Вариант можно договориться, ну, найти какого-то человека, который будет у тебя выступать в роли ментора. Здесь уже есть различные вариации, как можно сделать. То бишь, ну, вариантов на самом деле много, здесь какого-то фантазии хватает. Вот вопрос еще. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот вы говорили, что Мидл не обучил Джунов. Да. А были ли случаи, когда Мидл сам не до конца чего-то понимая научил Джуна и они в итоге оба делают неправильно? Ну, сеньор вот доверил Мидлу обучение, Мидл неправильно обучил. В итоге Джуна надо переучивать. Как Кьюэлит реализирует? Ну, это вот, но это именно работает на маленьких командах. Но здесь работать на команде из четырех человек это точно работает. А Кьюэлит, он вот у вас за одну команду отвечает или за несколько? Бывает по-разному. Везде же можно и так, и так. Но я, скажем так, это подход, я, ну, скажем так, это моя выдумка. И, скажем так, это моя выдумка, а я технический лид, то бишь я действующий, я не просто управляю людьми, я сам еще делаю. А когда я делаю, пишу автоматически, я вижу, что делают другие. Если я вижу где-то косяк, то, соответственно, я дальше там провожу разъяснительную работу. Например, за кофе или, например, за перекурами. Здравствуйте, спасибо за доклад. А такой вопрос у джуниоров, и вы можете взять только одного сильного тестировщика. Кого взять? Мидла, синьера или перформанса? Ну, здесь я буду, ну, скажем так, если сильный синьер, то с базовым перформансом он будет только в кайф. Дальше, все зависит от того, насколько, какие цели у компании. Нужно ли срочно выращивать специалистов или нет. Ну, и дальше уже в зависимости от бизнес-критериев. и от человека очень много зависит, потому что когда ты разговариваешь с людьми, есть на самом деле, ну, скажу прямо. Многие говорят, я хочу обучаться, но делают это только на словах. А когда приходишь на дело, даешь конкретные задачи, ты понимаешь, что человек ничего не делает, но в словах он хочет. Ну, то есть нужно брать синьера? Ну, один синьер, он нужен. А один синьер выберет, тут уже надо смотреть и на психологическую совместимость, и в то же время на, ну, как я это называю, когда горят глаза. То бишь, если у человека горят глаза, то этот человек будет, ну, незаменим в команде потом. Спасибо за доклад. У меня вопрос такой. Тесты падают, падают, падать могут по разным причинам. Ну, то есть проблема может быть как на бэкэнде, так и на уровне поведения. Вот, как вы, на какой уровень правку и разбор отдаете, как решаете? Ну, в данном случае, если тесты показывают свою нестабильность, то это первый звоночек о том, что либо с приложением проблемы большие, и в данном случае в наши тесты, в архитектуру или там какие-то классы, которые позволят это идентифицировать за одну минуту или за 30 секунд. То бишь, если мы понимаем, что приложение ложится по каким-то причинам, то, соответственно, нам ничего не стоит через тест, если вдруг у нас случился этот фейл, добавить необходимую в тестовом отчете и ты сразу увидел, где проблема. Если же тесты падают по какой-то нестабильности именно по своей, например, локаторы написаны криво, либо не сделаны обработки, или правильная работа с аджаксом или с каким-то JavaScript фреймворком, это уже проблема сеньора. Он должен понимать, что систему стабильнее. Это уже корка. А саму идентификацию, то есть, ну, упало, кто разбирает? Ну, здесь в зависимости, ну, скажем так, я не смогу... как я уже сказал, инструмент для репортинга, EPUM report portal, так вот, у него есть такая штука очень полезная, которая мне очень нравится. Не реклама, я говорю чисто от себя. Заключается она в том, что когда у вас тесты проходят, все тесты, которые падают, они не помечаются как failed, они помечаются как to investigate. и вся команда участвует в разборе полетов. И когда баг, ну, мы нашли проблему, то там прямо в репорт-портале меняется статус на это или это баг тестов, или это проблема на стороне заказчика и на ту часть, на которую мы повлиять, ну, никак не можем. Вот. И плюс при разборе полетов у ERP-шки, по крайней мере, есть она тоже очень классная. Например, она очень хорошо работает, когда у нас, допустим, очень много тестов упало. Ну, например, у нас тест-сьют состоит там из двух-трех тысяч тестов. Ну, и предположим, 200-300 из них упало. Так вот, у ERP есть функционал для того, основываясь на предыдущих разборах, на предыдущих сьютах, которые мы запускали до этого, она может найти соответствие, что такие проблемы у нас уже были, и большая часть задач, которые стоят в статусе это инвестиггет, автоматически перейдет в статус, который был выставлен на этим таском. И нам остается уже достаточно разобрать только именно новые проблемы. Вот так. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня вот вопрос, я как-то, может, такой, больше технический. Вы сказали, что миссис джуниора мидал автомэйшн куа за два месяца. были такие случаи. Можно мне так вот уточнение, как бы, в каких пределах вы это занимаетесь, потому что вы говорили о фреймворках, и в фреймворках рестапи, бэкэнд была для сеньор автомэйшн куа, поэтому у меня вопрос, что подразумевает автоматизация тогда на фреймворке. Хорошо, я сейчас поясню, хороший, кстати, вопрос, действительно, очень хороший. Наверное, здесь заключается, когда у E-PAM все специалисты, начиная от девелоперов, аналитиков, тестировщиков, ручных и автоматизированных, есть градация людей. У нас есть матрица компетенции от джуна до чифа. Более того, люди, которые идут на тройку, это специальный международный ассессмент. E-PAM себе может позволить, у нас локаций очень много. И в этой матрице у нас описано, что должен уметь делать каждый человек, каждый уровень. И по факту получается так, что когда я обучаю человека, middle это человек, который может самостоятельно делать задачи средней сложности самостоятельно, без какого-то специального супервижинга. То есть, если джуну ты постоянно говоришь, тебе для того, чтобы написать тест, тебе надо сделать раз, два, три, четыре, пять, и ты ему четкую инструкцию. Понимает, что ему надо сделать. И он уже даже пишет ее базовую реализацию, чтобы ее сделать. То есть, ты ему не объясняешь шаги, что, блин, тебе, чтобы, допустим, отправить там запрос в REST из тестов сделать data-driven или еще что-то, тебе надо сделать то-то-то-то-то. Middle это понимает. И в данном случае, но контролировать его все-таки надо, потому что он, как я уже показывал на слайдах, он не совсем понимает четко, как работает бэкэнд нашей системы. А у нас бэкэнди работают уже с REST-ами, с OAP-ами, с базами данных. Его все-таки надо контролировать. ну, MeasureQuest никто не отменял, потому что даже Elite может накосячить. Поэтому, в данном случае, Middle это такая уже относительно самостоятельная личность, но которая требует небольшого супервижинга. У меня такой дополнительный вопрос, почему я спросил, то есть, если есть тестовая система, которая столько растует в API и проект сложный, ваша схема подбора команды автоматизации такого проекта не меняется. В принципе, не меняется. Не, там не нужен NLPUA. Там нету вообще UI. Есть только растап. Да, окей, но в данном случае не мануал, тогда джунг будет. Причем, почему нет, рестовые тесты пишутся по сложной логике. Все равно это рестовые, а это тесты достаточно простые, потому что запрос-ответ, запрос-ответ. Я согласен. Скорее к тому, что вы говорили просто, что джунгер под аннотацией пишет, то есть там как такового кода не используется. это уже отдельный вопрос, это отдельная тема отдельного доклада, как работать с BDD. Если интересно, то я могу показать, как это работает, и тогда я отвечу на твой вопрос, но не сейчас. спасибо. Спасибо за заклад. Команда отличная, но вопрос такой, есть ли в ней те, кто занимается инфраструктурой для запуска тестов, кто и занимается? Это его уровень задач. Потому что инфраструктура для запуска так или иначе очень часто зависит от архитектуры тестовой системы. Какие технологии ты используешь? Например, если ты хочешь запускать свои тесты в докере, но к примеру с табличных технологий, то вопрос заключается в том, что периодически такие решения есть, но они требуют некаких правок в коде. И сеньор это уже должен понимать. Потому что он должен понимать, где боттлнеки, какие инструменты использовать в системе, какие нет. Например, недавний пример про инструмент реализации тестов и запуски в облаках аналог к селениуму гриду это селеноид. Вот, пожалуйста, к примеру, там все используют в облаках, и если бы использовать селеноид, это очень крутой тул, но чтобы его заставить наши тесты работать, надо сделать небольшие правые селеноиды. В принципе, сеньор как раз пускай занимается, это ему интересная задача. Людей, которые поддерживают эту инфраструктуру. Но, скажем так, сеньор подготавливает, ему, допустим, подходит ДВОПС и говорит, нам надо запускать тестовую систему, даже тесты заворачив в доктор имидж. И потом ДВОПС говорит, для запуска тестов ты должен вот раз имидж, вот два имидж. Вперед. А инфраструктура это интересная. К сожалению, время заканчивается, поэтому последний вопрос. Да, давайте последний вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад. Ну, в плане, если смотреть начало, ну, как делать проект с нуля, иметь все конечно, очень круто, но что делать простым смертным, когда, допустим, мы имеем двух медлов, очень устаревший проект, как бы, в котором ковыряться столько же, сколько и написать с нуля свой. Что делать лучше, писать, разбираться в старом? Ну, тут надо посмотреть, насколько он старый, я бы сказал так. за три года. Ну, три года это еще так. с точки зрения бизнеса, в том числе, он старый, с точки зрения бизнеса. Но здесь вопрос, какие бизнес-цели есть и какое деляться автоматическим тестом. Если вы действительно чувствуете в себе силу написать его с нуля и вы понимаете, что он будет лучше, и вы сможете это донести вашему заказчику, будь то директор или удаленная компания, то, конечно, я бы переписал это с нуля, тем более с использованием модных технологий. Позволит добавить определенную гибкость и так далее, потому что инструментов сейчас появляется, ну, каждые там несколько месяцев новые инструменты появляются и, в принципе, так или иначе, в скором будущем вам так или иначе придется это делать, потому что рефакторинг это дело такое скользкое и надо вначале перекреститься и потом только его делать. Принять очень много времени и неизвестно потом, какие артефакты вы в итоге словите и вы не будете уверены о том, что ваши тесты вообще что-либо проверяют. Я думаю, сейчас можно получить подарки. Ну, вот мне было интересно вот этот вот вопрос про молодых человек. Ну, и вот девушки тоже. Все остальные вопросы можно будет задать в эксперты. Еще последнее хотел сказать, то, что про то, что я сейчас говорил, то, что выделили у меня на слайдах пример. На гитхабе у меня вот здесь вот там есть два репозитория, TAF и там подчеркивание что-то там. Вот там это архитектура, пример, это и есть темплейт. В принципе, если вам будет интересно, вы сможете на компьютере. Спасибо. Спасибо.